Чемпион мира по пауэрлифтингу, победитель Кубка России по конкобежному спорту, первый разряд по рукопашному бою. И это не все достижения Максима Шелуханова. Также он ветеран боевых действий, участник спецоперации на Северном Кавказе. Среди достижений – Краповый берет. В Хабаровске им обладают меньше 10 ветеранов спецназа. Сами этапы – это сдача в течение трех дней, с утра до вечера, помимо силовых каких-то, беговых моментов, еще теория. Военнослужащий должен знать, как пользоваться всеми видами оружия. Основной этап, такой самый зрелищный для, можно так сказать, зрителя, обывателя, да, это марш-бросок не менее 10 километров. В полном обмундировании – это полоса препятствий, это высотная подготовка, гимнастические упражнения. Ну и такой тоже, наверное, все знают это, поединок по, ну, скажем так, рукопашному бою, назовем его так, в течение 12 минут без перерыва. Среди сотрудников спецподразделений Краповый берет – это высший знак доблести. О том, зачем ставить перед собой сложные задачи и как достигать цели, Максим Шелуханов на своем примере рассказал школьникам в городском центре патриотического воспитания. Мы хотим в таких беседах не то, чтобы устроить пропаганду какую-то, а мы именно показываем, как мы за счет своего опыта определенного реализуем проекты, как мы делаем спортивные праздники. Патриотический фестиваль у нас буквально на днях прошел. Всероссийский проект «Диалоги с героями» продолжается не первый год. С этой осени планируется проводить подобные встречи раз в две недели. Планируется сейчас, что во все школы с уроками мужества, с такими интересными встречами в формате диалога, мы будем приходить и, собственно, рассказывать, что есть у нас жизнь вне школы еще даже. Встретиться и поговорить с героями России смогут школьники и студенты Краевого центра. Анастасия Незнанова, Николай Трохин. Смотри Хабаровск.